Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами заниматься программированием микроконтроллеров AVR. У нас от MIGA восьмая, у нас модуль LCD с кнопками и занимаемся мы написанием меню. Процесс у нас как вы видите проходит вроде бы успешно. Ну давайте его продолжим. Мы с вами добились путешествия по пунктам меню назову это так, но пока только в правую сторону. Вот, теперь давайте попробуем пройтись аналогичным образом в левую сторону. Так, что нам для этого будет нужно? Я думаю будет нам вот что нужно. Нет, наверное нужно начинать с самого первого пункта конечно. Мы скопируем пока что всё сюда и здесь уже будет левая кнопка. И везде мы эту кнопочку с вами вставим. Хорошо, подождали 50 секунд и переходим мы уже к другому пункту, к Exit. Мы же на самой первой, мы движемся в обратную сторону по кругу. Вот. Ну здесь ничего не меняется. Здесь мы зажжём свой же первый пункт, если что. Всё, отлично. Давайте так же всё проделаем ещё. Но в принципе пока ничего не будем проделывать. Мы лучше с вами наверно проверим, что у нас вообще творится. Нажимаем. Вот это мы идём с вами в право и сейчас уже нужно нам пробовать влево. Всё, в Exit попали. Отлично. Ну и начнём теперь всё это проделывать с другими, в общем-то, кнопками. Так, наверно. Кнопок будет много, но тем оно и интересно, что их много. Вот. Мы заранее подготовим. Остальное уже нам не пойдёт. Вот здесь на втором пункте мы с вами остановились. Вот. И теперь поделивая кнопочкой везде вставляем button left. Хотел не туда вставить. А мы здесь мы пока не скопировались. Давайте везде скопируем. Только именно с ихних пунктов. Так. Ну и вот так. А здесь уже выборы. Но выборы, я думаю, будет проще. Сложнее вот именно перемещение. Так. Вот теперь нам необходимо будет исправить их, где левые клавиши, везде везде на left. Правые нужно пропустить. Не пропустили. Именно где левые. И так вот вроде. Теперь какой именно будет пункт. Так. Тут у нас уже всё правильно. Мы проверили. Так. А вот здесь мы тут также всё правильно. Тут также всё правильно. А вот здесь мы идём в первый пункт. Так. Теперь если мы находимся в третьем, то мы идём во второй пункт. Если в четвёртом, то идём в третий пункт. И если мы находимся с вами в пятом, то мы идём в четвёртый. Так. А если мы в экзите, то идём в пятый. Ну вроде бы так. Проверим. Если всё правильно справили, то всё должно быть нормально. Нажимаем. Пока идём направо. Сделаем. Сделаем кружочек. Теперь назад. Так. Всё. Отлично. Теперь давайте вверх-вниз походим. Чтобы нам не делать такие большие круги кнопками. У нас кнопок много. Так. Левые клавиши. Так. Это не первые у нас. Давайте с первого начнём. С самого. Вот здесь до брейка. Клавиши. Клавиши вниз будут у нас. Соответственно всё берём отсюда. Как-то плохо взяли. Угу. Ну вниз это down. Так. 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 Пока всё оставим. И сделаем для других. Почему-то здесь унесли. А, ну мы тут понял. Я вместо вас функта начинали. Так как. Вот так получилось у нас некрасиво. Вот какая большая получается функция. Там ещё select и обрабатывать. Угу. Ну можно двигаться наоборот наверх. Нет. Не так. Не сюда мы положили. Вот куда. Берём именно с нужного пункта. Чтобы потаницы не было и чтобы было легче. Так. И как мы видим у нас именно работает на отжатие код. Не на нажатие. Что очень хорошо. Всё. Теперь button down везде подставляем. Ну конечно не здесь. Дальше. Вот где клавиши вниз написано. Ну. А рутинное занятие оно конечно муторное. Но зато результат какой. Я думаю результат того стоит. Чтобы помочиться. Вам то будет проще. Вы можете исходники мои дождаться и просто скопировать. Мне как. Я уже это который раз проделываю. Ну вот. Осталось нам подумать какую сторону мы будем. Мы не будем клавиши вверх обрабатывать. Потому что у нас строк тут всего две. Мы просто по этой нижней клавише будем идти наверх. Вот и всё. Ну в принципе можно и вверх обработать. На нижних клавишах. Правильно мы так сделаем. Мы чуть-чуть подправимся. А то как-то не солидно. Сколько пунктов я уже запутался. Так. Хорошо. На какой пункт нам идти. Если мы находимся в первом то мы пойдём в пункт четвёртый. Под первым у нас пункт четвёртый. Так. Если мы находимся в пункте втором. То мы идём в пятый. Ну. Если мы находимся. Так. Там ли я там. Правильно. В каком пункте третьем. То мы идём в бэкзит. Но пока представим что мы всё-таки нажимаем верхнюю клавишу. Не нижнюю. Да мы сразу и исправлять будем. У нас четвёртая клавиша и button будет up. вот. И мы попадём в первую. Ага. Тут соответственно во вторую. на здесь. Вверх. В третью. Сейчас мы на экзите и уходим в третью. Ну и вот так мы можем ходить красиво по меню. Давайте это конечно проверим. Давайте что ли на настоящем проверим в контроллере. Хорошо. Прошиваем. Сервис от Mega8a. Select. И поехали. Сначала идём вправо. Вот. Теперь идём влево. Соответственно проверяем что мы ничего не испортили. Всё тут отлично. Вот. Дойдём до первого. Вот. Идём. Попадаем на четвёртый. Жмём вверх. Попадаем на первой. Перемещаемся сюда и проверяем то же самое здесь. Отлично. И вот здесь. Также у нас вот мы так ходим с вами по меню. Прекрасно. Теперь нам нужно обработать клавишу Select. Чтобы нам как-то ещё заходить в эти пункты меню. Чтобы нам заходить в пункты меню нам нужно написать код какой-то. Начнём опять с первой самой кнопки. У нас уже код очень длинный стал. Но это я не буду трогать. Но пусть возьмём для примера вот этот код. Нам всё равно какой. Лишь бы был какой-то код. Клавиша Select. Button. Также будет Select. Хорошо. Так же мы тут потухнуть не должны. Ну и соответственно мы в свою клавишу идём. Но только не White. А именно в надлежащий пункт меню. Где уже мы не в ожидании будем находиться. Вот так. Давайте сделаем всё это для остальных кнопок. Пока добавим комментарий. Код будет выложен конечно. Потому что повторять за мной я думаю занятие не для как сказать слабонервных. И я думаю это и не нужно. Ну конечно я бы повторял. Так как мне бы это было очень интересно. Если бы я только впервые начинал с меню заниматься. Ну я начинал с него впервые заниматься. Не сказать чтобы сильно мне это понравилось. Но дело интересное. Всё таки вот эти статусы. Они нам ещё пригодятся много где. Мы ещё будем с вами с LAN работать. Так что AWR ещё пока никуда не уходит у нас. Теперь нам нужно пройтись по остальным пунктам. Ну не важно. Возьмём SELECT. Всё это дело. Будем копировать соответственно. Так же делаем во всех пунктах. Ну в принципе я когда первый раз вот этот код сочинял я даже не устал. Мне было настолько интересно добиться результата что я весь день на это дело угрохал. Но результат превзошёл ожидания все. Так сказать. Ну давайте. Так что тут у нас есть. Чего-то здесь уже EXIT. Очень это даже странно. Не оттуда. наверное было скопировано. Здесь должен быть вот тут. Так. Хорошо. Тут у нас BUTTON SELECT. И везде то же самое. Нет. Не только не тут. А где именно SELECT. нет. Что-то я пропустил какие-то пункты. Тут у нас EXIT. Везде. А здесь третий пункт. Это есть хорошо. Не тот код. Так. Так. Это всё правильно. И тут третий пункт оказался. Это тоже не совсем хорошо. Вот так. Теперь нужно нам везде пробить SELECT. где напишут клавиши SELECT. Ну конечно вот именно вот в этих вот так сказать кейсах я вас обрадую. Это последнее. И последнее условие. И с этими кейсами мы я думаю сегодня дело завершим. Может ещё с чем-нибудь завершим. Не только с кейсами. Вот у нас пятый пункт. По-моему с EXIST мы уже всё сделали с вами. Да. Теперь пятый пункт. Он и будет пятый пункт. Вот. Каждый в свой будет идти. А вот. Надо не забывать стирать WAIT. Чтобы мы не сюда же возвратились с вами. Вот в последний вот в этом вот EXIST просто. Нам надо вот куда идти. Вот в эти уже кейсы мы с вами попадаем. Так. SELECT. Четвёртый пункт. Четвёртый пункт. И убираем WAIT. Ну вроде нам только вот это и надо проделать будет. Так. MM третий. И здесь второй по SELECT, да. В первом мы вроде уже всё правильно сделали. Соберём код. Проверять нам пока нечего. Мы вот сюда вот будем попадать. А здесь ещё у нас кейсы не прописаны. То есть теперь нам нужно будет с вами ещё одна функция. Ну меню это оказалось непростым таким делом. Поэтому не удивляйтесь, что будут у нас разнообразные функции. Так. Ну во-первых имя. MainMenu. ItemProcess. Ну тут можно ветвиться бесконечно. То есть придумывать ещё какие-то меню. Но мы… Нам смысл важен. То есть… Вот. Он занят. Char. Опять индекс. Угу. И прототип. Будем двигаться за буйку ног. Иначе до наверху уже очень далеко становится. Здесь вот нет у нас номеров строк. Ну в принципе вот здесь есть. Давайте как раз нам всё равно с вами сюда возвращаться. Посмотрим на какой мы строке. Вот 443 строки. Ну конечно копирования было много. Это само собой. Ну и напишем, что это у нас такое с вами. Так. И что мы будем делать с вами здесь. Мы будем с вами здесь вот так вот отчерчивать сначала. Вишние строки уберём. Очистим дисплей. Мы же в другое уже как бы меню попадаем. Условно говоря. Но мы его не будем здесь создавать. Дальше в позиционирование. Ну понятно, что на самом первом пункте. Дальше строкал с идею. Позаимствуем. Напишем item. И пробел сделаем. Sprint. Стр2. Так. Целое число. И id. Не вижу я стр2 этого. Стр2 нам большой не нужен. И во-первых он будет уже не массив. Ну вернее не двухмерный массив. Одномерный. Но 6 хватит. Там всё равно это не будет использоваться. Там нужна одна циферка. Так. На вырост сделаем. Просто побольше. Стр. Почему-то нет у меня в сценарии вот этой переменной. Сейчас давайте зайдём в сценарий и поправим это дело. Вот так вот как раз я покажу как я конструирую свой сайт. Я себе пишу сценарий и он же потом является так сказать статьёй. Я думаю придумано неплохо. Вот меню C. Напишем ещё одну функцию. Но перед тем как мы её напишем мы добавим файл файл меню точка C. Ещё одну переменную. Вот так вот сделаем. Я копирую две строчки и выделяю ту, которую я меняю. А другую я добавляю для того чтобы понять где именно я вставил код. Так. Ну это если вы знаете это Wordpress. Такая вообщем штука для удобства написания статьи. Это здесь стоит плагин специальный. Всё. Теперь дальше пишем. А то не будем знать. И жмём вот здесь обновить. Всё. У нас обновлено всё. То есть. И вот этот сценарий я смотрю на планшете для подсказки. Иначе тут со сценарием то путаешься. Без сценария даже не представляю как. Хорошо. стр lcd, стр2. Всё. Ну вообще-то не всё. Теперь дальше пишем. здесь напишем press. Потом перейдём на следующую строку соответствующим образом. И напишем на ней select from exit комментарий. Не понятно, что switch. End. Мы просто заглушки сделаем, а вы здесь всё что хотите можете добавлять или функции какие-то или значит просто какие-то обработочки небольшие. Всё. Мы обработали функцию какую-то, вызвали. Всё. Она у нас отработала своё. И возвращаемся. Но если мы постоянно в функции будем работать, от каких-то условий будем из неё выходить, то мы всё равно будем приходить сюда же. Ну можно как-то по-другому в принципе там свой код организовать. Не важно. Ну и так для всех кнопок. Всё. Всё. У нас 5. Exit не надо обрабатывать. Для него функции отдельные бывают. У нас 5 пунктов. Ну это ещё не всё. Дальше бесконечный цикл. Ну не настолько, конечно, бесконечен. Он конечен будет. Из него всегда мы можем выйти при желании. Причём я сейчас покажу как. А выйти из него мы можем по нажатию кнопки. Так. У нас button select. Поэтому мы можем спокойно где-то позаимствовать. Вот тут у нас select один как раз неисправленный. Вот. Хорошо, что мы зашли сюда. Так. Нажати кнопки. Всё. Тут 50. reset button стоит. Почему-то 50 не тут стоит. Ладно. Причём везде не тут стоит. Сейчас мы тут вот закончим и потом нам надо будет подправить наверху. Да. Нужно сначала ждать, а потом unlock делать. Но он у нас особо никак там не обрабатывается. В принципе-то разницы нет. Она и так будет работать всё. Ну тут понятно, что return. Итак. Вот такая интересная функция. Давайте для неё ещё прототип добавим. Так как нам её придётся вызывать в верхнем коде. А код читается сверху вниз и она будет не видна. Так. У нас функции почему-то получилось два прототипа на этой функции. Значит мы его уже добавили. Ничего не надо было. Всё у меня было. Так. Где мы с вами в сценарий добавляли код. Там ничего нитого делать было не надо. Так как вот всё здесь есть. Но пока нажмём тут обновить и дальше продолжим подправлять. Мы сегодня подправим и я думаю попрощаемся до следующего занятия. Ну я сам подправлю и вернусь. Всё. Ну разрешите на этом с вами попрощаться до следующей части. Она выйдет скоро. Я вам обещаю. Кому понравилось данное видео. Жмите кнопочку «Мне нравится». Пишите комментарии здесь в группах. Заходите на сайт. Все ссылки даны на форум. Пишите там. Подписывайтесь на канал. И вы одним из первых узнаете когда выйдет у меня следующий урок. Всем пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok